Здравствуйте! В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Арсений Ковалевский. За время ЧАЭС цены на топливо в Севастополе не выросли. Данные очередного мониторинга заправочных сетей озвучили в среду на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Правительству Севастополя удалось избежать роста цен на топливо с начала введения чрезвычайной ситуации. Напомним, в ноябре губернатор Севастополя Сергей Миняйло на переговорах с поставщиками потребовал заморозить цены на бензин и дистопливо. Дефицита в настоящий момент не наблюдается на заправках запасов топлива на 8 суток с учетом подвоза до 27 суток. Ветераны Севастополя обсудили обращение президента Российской Федерации к Федеральному собранию от 3 декабря 2015 года. Участники запланировали подготовить и реализовать мероприятия, направленные на поддержку политики Владимира Путина. Ветераны города внимательно читались обращения президента, что касается объединения, что касается защиты социальных прав старшего поколения, активной работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, что касается борьбы за историческую правду. Все эти проблемы являются главными в нашей работе. Ближайшее мероприятие, запланированное ветеранской организацией, пройдет 20 февраля в Доме офицеров флота. Будет организована встреча четырех поколений защитников Отечества, участников Великой Отечественной, Холодной войны, войны в Афганистане и военных, принимающих участие в сирийских операциях. На праздник, посвященный Дню защитнику Отечества, пригласят и школьников. Росстат выпустил официальное печатное издание итогов федерального статистического наблюдения 2014 года. Сборник содержит информацию по переписи населения в Крыму и Севастополе. В книге порядка 300 страниц с данными от численности населения, возраст на половом составе, состоянии в браке, рождаемости и других критериев жизнедеятельности. Материалы по переписи населения приведены в сравнении с аналогичными данными Всероссийского статистического наблюдения 2010 года. Презентовали печатное издание в Совете министров Крыма. Репортаж Анны Брачевой. Численность населения и состав домохозяйств, состояние в браке, рождаемость, национальная принадлежность, владение языками и гражданство. На эти и многие другие вопросы в октябре 2014 года ответили переписчикам жители полуострова. Результаты федерального статистического наблюдения опубликовали в официальном издании. Итоги переписи населения в Крымском федеральном округе презентовали в Совете министров Крыма. Переписи провели, получили итоги. Кому-то они могут показаться какими-то слишком общими. Но тем не менее, это на самом деле очень важные характеристики современного крымского общества. И теперь самое главное, чтобы эти итоги были правильно использованы теми, кто разрабатывает политику. Это, конечно, власть. Это, конечно, бизнес. Потому что без бизнеса ничего не будет происходить. Это, наверное, все политические, скажем так, партии, течения, которые здесь работают. Это еще и основа для принятия управленческих решений. Та информация, которая получена в ходе переписи, ее востребованность на сегодняшний день достаточно сложно переоценить. Мы находимся на этапе определения стратегических направлений развития Севастополя. Наши коллеги в Крыму, соответственно, полуострова Крым. Перед нами стоит достаточно амбициозная задача в обозримые сроки сделать и улучшить качество жизни на территории полуострова. В тематических разделах 29 картограмм. Характеристики распределили по городским округам и муниципальным районам Крыма и Севастополя. В качестве приложения к бумажному изданию электронная версия на СИДИ. Последнюю разместят в свободном доступе на сайте Росстата. Когда проходила перепись населения, мы брали все население, которое у нас было в городе. То бишь, постоянного проживания, непостоянного проживания. Сейчас мы показываем миграцию. Где-то в пределах, не буду точно врать вам цифру, около 20 тысяч у нас уже миграция по сравнению с 2014 годом. Радостно, что к нам едут все, желают проживать в нашем городе. Конечно, нужно это учитывать, потому что такого потока приплыва населения, наверное, никто не ожидал. Кроме статистического наблюдения со стопроцентным охватом населения, в 2014 году, в 2015 во всех субъектах России провели так называемую микроперепись. Итоги подведут уже в этом году. Следующая всероссийская перепись населения стартует в 2020. Анна Брачева, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя. Севастопольский полицейский спас жизнь пожилой женщине. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД. Обращение в дежурную часть поступило от женщины, проживающей по улице Степаняна. Она сообщила, несколько дней не может попасть в квартиру, которую делит с пожилой хозяйкой. Женщина не отвечает ни на телефонные звонки, ни на стук в дверь. Участковый, уполномоченный по Гагаринскому району, лейтенант полиции Амен Абултаиров, немедленно отреагировал на вызов. Он прибыл на место и, убедившись, что дверь в квартиру закрыта изнутри, вызвал наряд МЧС. Выломав входную дверь, обнаружил пожилую женщину, лежащую на полу. Она была в сознании, но не могла двигаться. Вызванный на место наряд скорой помощи диагностировал у нее инсульт. В настоящее время женщина находится в одной из городских больниц. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Я знал эту бабушку, уже на протяжении длительного времени заходил. Предположил, что с ней могло что-то произойти. Чувствовал, что я сделал доброе дело. Это все-таки моя работа, я считаю, я должен был это сделать. Поэтому, думаю, что так благодарить меня особо здесь не за что. В Севастополе создадут молодежный парламент. Новый совещательный орган будет функционировать на базе законодательного собрания. Цель структуры – приобщить молодежь к парламентской деятельности, сформировать правовую и политическую культуру, поддержать активных граждан. Кандидатов отбирается специальная комиссия, в составе которой члены правительства, депутаты и общественники. Планируется, что в молодежный парламент войдут 36 человек, по три претендента от правительства и их собрания, остальные – от учебных заведений и общественных объединений. Члены молодежного парламента будут участвовать в подготовке нормативных актов, разрабатывать программы защиты интересов молодежи, а также информировать сверстников о работе властей. На сегодняшний день члены комиссии рассмотрели 86 заявлений. Список участников структуры планируют огласить в течение двух недель. С моей точки зрения, это, конечно, очень серьезная площадка и трамплин, потому что возможность участвовать в законотворческой деятельности при законодательном собрании, мне кажется, это неоценимый опыт. Но прежде всего мы очень хотели, чтобы ребята, которые к нам придут, они действительно были таким связующим звеном между молодежью Севастополя и законодателем. Во-первых, это повышение значимости молодежи на законодательном уровне, на уровне правительства, так как уже наши старшие товарищи принимают нас как более взрослых, считаются с нами, советуются и заседают с нами в одном кабинете. Четвертый сезон игры путешествия по дороге со сказками городского клуба командной игры «Смайлик» подошел к концу. Во вторник во Дворце детского и юношеского творчества провели финал конкурса. Из 32 школьных команд к финишной черте добрались 10 лучших коллективов города. Все участники соревнований – ученики начальных классов. В финальной игре им пришлось преодолеть 5 игровых станций. Ребята танцевали, разгадывали ребусы и решали задачи. В итоге без подарков не остался никто. И победители, и остальные участники ушли домой с призами. «Смайлик» был еще основан в 2012 году. И каждый год мы собираем ребят младшего школьного возраста. Это второй, четвертый класс, где принимают участие команды. Мы весь ноябрь проводили районные этапы. В финал вошло у нас 10 команд из разных районов города. Это и Балаклава, и Ленинский, и Гагаринский, и Нахимовский. Наша команда – совет! Ребята! Наш девиз – мы совета, очень дружные ребята. Нет умней с собой на свете, об этом знают даже дети. На этом у меня все. А эфир информационного канала «Севастополя» продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова